МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Кредит без проблем. Кредит за один день. Кредит по одному паспорту. Такие объявления сейчас можно увидеть буквально на каждом шагу. Чтобы получить быстрые деньги, теперь не нужны ни залог, ни поручители, ни справка о зарплате. Мы назанимали уже почти 9 триллионов рублей. Чем будем отдавать? Российская банковская система на пороге краха. Из-за невозвращенных долгов, полагают эксперты. Грозит ли нам массовый дефолт заемщиков? Попробуем разобраться. Анна Коваленко из Нижнего Тагила решила расширить жилплощадь. Обратилась в банк за кредитом. Все складывалось как нельзя лучше. Кредит ей одобрили. Вот только вместе с договором Анну убедили подписать страховку. Писала все документы, не читая. Ну, не было ни возможности, ни времени. Вот просто, вот так, как есть. Я только потом уже дома опомнилась. Квартиру Анна так и не купила. И решила вернуть кредит банку. Почему я должна банку что-то вообще? То есть перевод Алексей сделал с карты на карту, я даже не снимала деньги с карты. И на свои нужды я их не использовала никоим образом. Деньги находились в распоряжении Анны меньше трех суток. Но когда она пришла их вернуть, ей выставили счет за страховку. Они считают, что я 73 тысячи должна им вернуть. Я же добровольно подписала страховку. То есть я эту сумму должна им. Чем и как отдавать? Этот вопрос волнует не только Анну Коваленко. Вот данные Национального бюро кредитных историй. В ПАЗИН БКИ содержится сведения о кредитах 62 миллионов заемщиков. Это практически все экономически активное население страны. Объем выданных кредитов за последние два года удвоился. Чего нельзя сказать о доходах населения. Результат – новый для России тип заемщика. Чтобы расплатиться со старыми долгами, он вынужден раз за разом брать новые кредиты. Женщина, мать двоих дочерей в возрасте более 70 лет, набрала 19 кредитов. Она брала кредиты, чтобы перекрыть свою предыдущую задолженность. В прошлом тележурналистка, а ныне исполнительный директор информационного портала о банках Елена Ищеева, стала выяснять подробности этой истории. Ее волновало. Как немолодой женщине со скромным доходом могли выдать такое количество кредитов? Мы пошли в банки, наши хорошие знакомые, нам ответили, что технически у этой женщины идеальная кредитная история. Она же возвращает, а то, что она попадает в долговую вот эту воронку, техника не фиксирует. Не было ни одного сбоя. Что же стоит за идеальной кредитной историей? И какова ее реальная цена? Сейчас у этой женщины большие проблемы со здоровьем. Она не дееспособна. И вся долговая нагрузка легла на плечи двух дочерей. И они обратились на наш портал просто с призывом о помощи. Что нам делать? По этому делу уже готовится судебное разбирательство. И судя по данным финансистов, подобными делами скоро будут завалены все российские суды. Ведь каждый пятый российский заемщик имеет пять и более кредитов. Что произойдет, когда такому клиенту не выдадут очередной займ? Он просто не заплатит проценты по предыдущему. Если вы имеете пять кредитов, то вы просто не помните, когда по ним нужно рассчитываться. Это уже болезнь. Это уже кредитомания. В таких случаях кредитная история превращается в историю болезни. Специалисты уже занесли кредитоманию в список психологических расстройств, не менее опасных, чем игромания. Покупая нечто приятное на этот кредит, собственно говоря, ради этого его берут, человек испытывает сильный прилив положительных эмоций. Некоторые ради получения этих эмоций берут следующий кредит, а потом берут кредит, чтобы заплатить проценты по первым-двум кредитам и так далее. Неконтролируемая страсть к жизни в долг приводит к весьма печальным последствиям. Четверть наших граждан, совсем не богатых на самом деле, платят в виде процентов по кредиту от четверти до половины месячного дохода. Я когда это услышал, я захотел заорать благим матом, подумайте о детях. Ребёнок в школе стал белой вороной, потому что у него нет смартфона. Мама идёт за экспресс-кредитом. Думает, зарплаты отдаст. Условия вроде заманчивые. Всего 2% в день. Клиентка не понимает, что вместе со скрытыми комиссиями в год это 900%. Банки – это обычные расставщики на сегодняшний день. Они выдают кредиты и снимают с вас три шкуры. Они в одностороннем порядке повышают проценты ставки. Они по-прежнему берут комиссии, заведения за обслуживание счёта, за выдачу кредита. Они по-прежнему навязывают страховки, хотя она вам абсолютно не нужна. Финансовая безграмотность в России велика. Особенно в провинции. Людям порой сложно понять. Занимают они чужие и на время. Отдают свои и навсегда. За мимолетное удовольствие сегодня завтра придётся платить втридорога. Во многом в эти кредитные капканы попадают люди, которые не отдают себе отчёт, с чём они связываются. Многие считают, что можно занимать, перезанимать до конца жизни. Представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный никогда не понимал тех, кто берёт бытовые кредиты. Как человек, как, ну, просто гражданин нет кредитами, никогда не пользовался там. Даже фильм никакой не покупал. Но однажды Запашные всё-таки испытали искушение кредитом. Цирковое шоу требует профессионального света и звука. Чтобы выступление отвечало мировым стандартам, нужно было вложить в аппаратуру около полумиллиона долларов. Таких денег у Запашных не было. Мы не знали, подо что взять кредит. У нас с братом на всю семью была четырёхкомнатная квартира. И я спал на полу, в буквальном смысле этого слова. У брата тоже не было своей комнаты. У нас большая семья была. Бабушка, мама, тётя, папа. Там две собаки. Мы все жили вот в этой четырёхкомнатной квартире. Просчитав все за и против, Запашные решили – риск слишком велик. Даже несмотря на то, что династия Запашных готовилась праздновать столетие. Тем более, этот 98-й год – это вообще безумные деньги были на тот момент. И с помощью обыкновенной банальной математики нам бы потребовалось, наверное, лет 5-6 для того, чтобы заработать за эти деньги. Я понял, что это плохой выход. Такая осторожность – скорее исключение, чем правило. Я стою возле кассы. Входят такие две девочки, просто барби. Худенькие, тонкие, звонкие, но от силы 9-10 класс. Подсказать, здравствуйте, мы за кредитом. В России взять кредит может любой совершеннолетний. Поэтому большинство банков спокойно выдают крупные суммы вчерашним подросткам. Недавний рекорд – одобренный кредит в 800 тысяч рублей 18-летнему юноше. Вопрос – где должен работать человек в 18 лет, чтобы погасить такую сумму? И я на гимназе говорю, девушки, а зачем вам кредит? Скидываются ресницы из-под такой красивой чулки. Мне на машину не хватает. Занавес. Следующий акт наступает. Когда подобные заемщики не могут расплатиться по кредиту. Тогда на сцене появляются так называемые коллекторские агентства. Специалисты по взысканию долгов. Кредитор сливает базу данных на своих клиентов. Третьи лица, так называемые коллекторы, организовывают бизнес на ЭПИ-телефонии. То есть достаточно арендовать некий ангар за городом, поставить столы и стулья, подключить телефоны, набрать студентов, пенсионеров и других людей, которые не могут найти себе работу. Банк отдает коллекторам львиную долю от выбитых долгов. Кто же откажется от такой прибыли? У нас есть одна клиентка, которую мы сейчас защищали по кредитным долгам, и она умерла. Умерла, потому что не выдержала сердце, ей звонили, доставали, она ела таблетки, и в конце концов смерть ее настигла. Но почему банки раздают кредиты так легкомысленно? Неужели они не понимают, что перед ними ребенок, безработный, или мать-одиночка с мизерной зарплатой? Проблема банков заключается в следующем, что очень мало акционеров, или, по-русски говоря, владельцев банков, сидят в самих банках, вот как я, и с утра до вечера занимаются, так сказать, работой. У известного банкира Олега Тинькова наверняка прибавилось работы после недавнего скандала с заемщиком его банка. Несколько лет назад банк прислал жителю Воронежа Дмитрию Агаркову предложение взять кредит. Агарков отсканировал анкету и мелким шрифтом прописал в ней, что заем выдается по нулевой ставке и кредитор не имеет права требовать с него комиссии и штрафы. В банке не заметили поправок, договор был подписан, а кредит выдан. В 2012 году банкиры подали на Агаркова в суд и проиграли дело. Но этот случай не изменил систему в целом. Банки по-прежнему дают кредиты и дают много. Потому что им это выгодно. В паре заемщик и банкир. Выигрыш и всегда банкир, предупреждает Тиньков. Владельцы этих банков ставят задачи, они сидят где-то в Праге и говорят увеличить долю рынка в России в два раза, выдать еще один миллион кредитов. Находящийся местный менеджер он что делает? Он выполняет задачу, потому что он получает потом многомиллионные бонусы. В этом проблема, это фундаментальная проблема российской банковской розничной системы. Потому что они растут любыми способами, а дальше хоть трава не расти. Один из растущих секторов ипотечное кредитование. Люди покупают квартиры в долг, несмотря на то, что проценты растут, а стоимость ипотеки в России в три раза выше, чем в Европе. Я уже лет десять рассказывал одну и ту же шутку, что одному серийному маньяку заменили смертную казнь ипотекой на 25 лет, и все правозащитные организации мира выразили негодование по поводу этой бессмысленной жестокости. И, вы знаете, с каждым годом люди все меньше смеются над этой шуткой, потому что она все меньше похожа на шутку. При дорогой ипотеке квартиры падают в цене. Так уже было в 2008 году. И кому не хватило сил выплачивать проценты, попали в очень плохую ситуацию. У меня просто один из знакомых через это прошел, что квартиру продали, он остался еще должен банку. Сегодняшний мир это большая кредитная пирамида, где все друг другу должны. Кризисные страны, такие как Греция, занимают у более успешных соседей, например, у Германии. При этом все понимают, скорее всего, долго они не вернут. Теоретически давно было все рухнуть в 2008 году. Конечно, это очень серьезная проблема, которая висит над нами таким домокровым мечом. И, конечно же, она рано или поздно сорвется. Вопрос только в том, когда это произойдет. Экономика развивается циклами. Вот спад, подъем, спад, подъем, как вот времена года. Величина этого цикла 7-12 лет. Люди, которым сейчас немного за 40, должны помнить три таких цикла. Это 86-й год, 97-й, 2008-й, ну и следующий день 16-й, 18-й. В 1998 году цирковые артисты братья Запашные, просчитав все риски, все же взяли в долг. Но не деньгами, а аппаратурой и без процентов. Отдавали частями, да, мама договорилась, по-моему, то ли на год, то ли на два. Но, честно вам скажу, мы отдали гораздо быстрее. Сейчас Запашные предпочитают жить и развивать бизнес на свои. К сожалению, их кредитная история для большинства жителей России недостижимый идеал. Последняя надежда прогоревших заемщиков в других странах закон о банкротстве. Объявив о своей несостоятельности, человек продает все имущество, кроме единственного жилья. И долг ему прощают. В России закон о банкротстве пока не принят. А значит, рассчитывать стоит только на собственные силы. Судя по тому, как безрассудно у нас врезают в долги, точка невозврата рано или поздно наступит. Поэтому лично я пока воздержусь от кредитов.